В текущем каталоге номер 2 2023 года у нас представлены помады с вау-эффектом. Это эффект мгновенных пухлых губ. За что происходит увеличение объема губ? Во-первых, витамин В3 содержится и плюс кофеин. Кофеин как раз раздражает поверхность губ и улучшает микроциркуляцию крови, стимулирует ее, соответственно губы увеличиваются. Причем, как отмечает производитель компании Reflame, может ощущаться покалывание губ. Оно может быть разной степени, у всех по-разному чувствительность, зависит еще от микротравм губ и так далее. И за счет этого губы увеличиваются. То есть вот она еще, кстати, создает дополнительный оптический объем благодаря жемчужным микросферам. То есть такое, знаете, будет вроде бы блеск, а вроде бы и не такой вот блеск, как в понимании, что как блеском для губ мы пользуемся. Помада имеет насыщенный интенсивный цвет, 8 часов стойкости. И, естественно, практически все помады Reflame, они увлажняющие помады. У меня пришло только 5 оттенков из 10, к сожалению. И вот давайте мы сейчас их рассмотрим. Итак, первый оттеночек. Это у нас идет такой, знаете, натуральный оттенок. Как больше в бешен уходит, это кремовый нюд. То есть, если помните, у нас были представлены помады On Color. Там тоже были нюдовые помады. И здесь вот они немножко повторяют эти оттенки. И вот это кремовый нюд. Теплый оттенок. Это помада 432-95. Следующий оттенок это 432-96. Это пепельная роза. То есть, видите, если сравнивать с нюдом, с кремовым, да, то посмотрите. Кремовый нюд, он такой более легкий, светлый. А пепельная роза, она уже идет более такой плотный оттенок. И больше идет в холодный подтон. Там уходит. Еще холоднее. Еще холоднее. Это у нас оттенок элегантный розовый. Но, кстати, вот в каталогах, как он нарисован, вообще даже вот как-то близко не похож, как мне показалось. То есть, смотрите, оттеночек идет у нас. Прямо конкретно розовый. Вот если это припыленный оттенок, да, пепельная роза. Вот такой припыленный. А это уже как бы натуральный в розовый такой уходит цвет. Вот, видите, на, кстати, на помадах есть еще выдавленное вау, да, то есть вау по-английски слово. Это у нас оттенок называется, сейчас скажу, как он называется, это было. Так, это у нас 432,99 оттенок. И это оттенок ягодный микс. Ну, вот то, что в каталоге я вижу, да, и то, что я вижу вот сейчас здесь, это совершенно какие-то два разных оттенка. То есть, вот прям они, ну, совсем не похожи. Если вот этот оттенок еще можно как-то соотнести с каталогом, да, 433,03, это пышная слива. Да, то есть, видите, вот он такой солевого, фиолетовый такой оттенок, то, конечно, этот вообще прям совсем не похож на ягодный микс. Да, то есть вот такие. И, кстати, обратите внимание, что внешне помады выглядят матовыми. Да, то есть вот я сейчас думаю, мне из этих пяти оттенков нужно выбрать один для того, чтобы его протестировать. Потому что, в принципе, я знаю, что мне, вот так вот, я думаю, какой же оттенок мне подойдет. Я в основном холодные использую оттенки, холодный подтон. Вот вроде розовый, но слишком розовый будет, если его с кем-то смешивать. Этот будет слишком ягодный. Ну, кстати, мне подойдет этот оттенок. И у меня, по-моему, даже такого оттенка нет в коллекции помад. И, наверное, я возьму, скорее всего, тогда его. То есть вот этот вот пышную сливу. Потому что у меня ягодного оттенка вообще в помадах нет. Не присутствует он. Давайте будем смотреть качество. То есть вот, обращаю ваше внимание. Сейчас мы сфокусируем все это. Немножко, чуть-чуть делаем посветлее. Итак, во-первых, помада легко наносится. То есть, смотрите, я вообще чуть-чуть только задеваю. Вот давайте я вам просто для сравнения интенсивно проведу. То есть интенсивно. То есть вот это более интенсивный след, а это более легкий. Смотрите, вот это микросферы, которые она содержит. Видите, немножко там как бы блеск такой вот присутствует. Хотя в помаде это не очень заметно. На блеск. И, кстати, если говорить о пощипывании. То есть я, естественно, на руке особо это не ощущаю. Но, кстати, нанесение очень мягкое. Очень мягкое нанесение. Посмотрите, как красиво. Как красиво она наносится. Прям такой, знаете, финиш просто шикарный. Просто шикарный финиш. Замечательно. Ну и возьму еще из натуральных оттенков, наверное, все-таки вот такую вот розовенькую помаду. Это у меня будет, получается, элегантный розовый. То есть вот возьму оттенок светлый. Вот нормально. Такой мне оттенок подойдет. Вот освежать. И смотрим. Сейчас немножко уберем свет. Ну, кстати, я думаю, что с каталогом-то вот этот розовый-то не очень, конечно, похож. Но по цвету очень приятный. Посмотрите, какой классный оттенок идет. А этот-то вообще шикарный. Шикарный просто. Ягодный. Кстати, еще не так смотрится. Он, кстати, смотрится, вот я через экран смотрю, он смотрится как в каталоге. А на руке он немножко чуть-чуть более не такой яркий. Этот вот спокойное оттенок натуральных губ. По запаху. Помада пахнет шоколадной конфетой. Такое, знаете, которое ванильку содержит. Ну-ка это. Да, кстати, есть какой-то запах какой-то травки. То есть эти помады пробовать не буду. Я думаю, что кому интересно, можно, наверное, пробники заказать. Я не знаю, есть ли пробники у этой помады. Это новиночка у нас, естественно, да. Кстати, немножко чуть-чуть чувствую, знаете, покалывание, да. И хочется немножко почесать руку. Поэтому я потом сделаю еще тест на губах. Покажу вам этот оттенок на губах. Ну, а так, в принципе, вот визуально мне помады понравились. Ну что ж, не откладывая в долгий ящик, сразу сделаю тест на губах этой помады. Я смотрю столько в телефон, поэтому зеркала у меня нет, к сожалению. Я сначала нанесу вот этот вот оттенок, спокойный более. Видите, цвет сразу получается. Видите, очень удобный заостренный кончик, такой немножко загнутый. Потому что обхватывает прям губу. Вот такой оттенок. По ощущениям. С точки зрения пощипывания я не ощущаю. Может быть, это чуть-чуть... А, вот, кстати, холодок такой, знаете, пошел холодок. Такое есть, да, ощущение пощипывания. Так, ну, очень красивый прям оттенок, прям шикарный. Смотрите. Ой, сейчас вообще прям конкретно такой, знаете, холод. Прям вот, прям ощутила его. И сейчас посмотрим, каким образом у меня губы увеличатся, да, в объеме. Потому что, видите, сразу прям реально вот зажгло губы. Но, в принципе, красота требует жертв. Поэтому я думаю, что надо просто потерпеть какое-то время. Это не так сильно, как кажется. Для меня это терпимо. Но если, например, чувствительная кожа, да, то есть, если есть еще микротравмы на губах. Потому что часто бывает, что иногда бывает... У нас такой раньше был блеск, придающий объем губам. И у меня, помню, одноклассница купила его и говорит, я не могу его наносить, у меня сильно щиплет губы. Потому что губы... За губами надо ухаживать. Нужно, чтобы была какая-нибудь помада или блеск для губ. Именно с ухаживающими свойствами. Ну, как... По-моему, классно. Вообще классно. Ощущения, конечно, интересные такие, да, такой прям... Прям, знаете, как будто вот сейчас ощущение, что как перцем, да. То есть, как будто перцем смазаны губы. Хотя раньше, вот, кстати, в том блеске содержался как раз розовый перец, который придавал объем губам. Вот, не знаю, нижняя губка немножко такая, знаете, подрасправилась, так скажем, да. Вот такой вот вариант. Сейчас я сотру и нанесу второй оттенок помады уже. Так, это у меня здесь есть салфетка. Так, полотенце. Прям при вас все делаю. Не буду камеру отключать. Итак. Надо было мне до запомнить. Ну, по-моему, губы стали больше. По крайней мере, мне так кажется. Следующий оттенок, который вот этот, как он называется, то у нас пышная слива. Пышная слива наношу я. Видите, удобно, что еще острый кончик. И вот как раз вот эту вот верхнюю губу прокрашивать. Вот, видите, уже более поярче оттенок. Очень красивый. Прям вообще. Я вот не боюсь использовать яркие оттенки. Кстати, вот такое хорошее точное нанесение. Те, например, у меня глаза, они сейчас не накрашены. Ярко они не выделены. И прям сочно так смотрится. Красивый очень оттенок. Такой вот, да. Шикарно. Помада мне очень понравилась. Ощущения на губах интересные. До сих пор щиплет. Но терпимо. Знаете, я считаю, что к этому привыкаешь просто. Через какое-то время ты просто это не будешь замечать. Вот этот вот оттенок, который у меня на руке. У меня тональное средство нанесено. Поэтому видите, разница между рукой и лицом ощущается еще румяна нанесена здесь. Поэтому вот эти два оттенка, которые я сегодня попробовала. Прям реально губы больше стали. Потому что, смотрите, яркий оттенок губ, он, яркий оттенок помады, он обычно губы сужает. Зато сделает уже. Тут, смотрите, прям вообще хорошо, красиво получилось. Так что заказывайте. Помада хорошая. Я вам рекомендую. Мне понравилось.